всех приветствую я снова в лесу вот здесь сосны ели голубые ели природа это место силы поэтому необходимо нам подзаряжаться энергией и как раз это лучший антидепрессант это природа общение с природой с природой натуральный антидепрессант о чем я сегодня хочу поговорить с вами поразмышлять на тему ценностей вот кто-то сказал что сейчас люди знают всему цену но ничего не ценят так и есть конечно в первую очередь люди не ценят самих себя даже то что кажется величайшей ценностью нашего общества потребления это деньги на мой взгляд их тоже не ценят и вот почему деньги когда люди просто копят они не представляют собой никакой ценности деньги это прежде всего способ обретения благополучия благополучия я сейчас вам покажу вот там на заднем фоне лошадка прекрасная кстати ипотерапия тоже я рекомендую я в свое время катался на лошадях ну может быть вот весной или летом я попробую сделать сюжет для вас про как раз ипотерапию про общение с лошадками вот есть много планов ну так вот вернемся к теме ценностей благополучия деньги это прежде всего циркуляция благополучия что такое благо ну благо это все прекрасно это то что делает нас счастливыми счастливыми это прежде всего инвестиция в себя в свое конечно же здоровье психическое здоровье мы начинаем ценить психическое здоровье только тогда когда мы его теряем и потом пытаемся восстановить кто-то пытается кто-то нет уже просто махнули рукой на себя кстати говоря очень многие даже не понимают что у них депрессия и людям кажется что вот усталость что просто ничего не хочется делать стремиться не к чему целей в жизни никаких нет вот такая апатия ангидония да вот это признаки депрессии депрессии депрессия наряду с другими конечно же депрессия великая обманщица и она бы стремится подменить с собой жизнь жизнь активную деятельность жизнь полную изобилия и возможностей жизнь которая представляет собой удовольствие наслаждение радость счастье любовь совершение достижение вот депрессия говорит что нет стремиться ни к чему не надо что ничего хорошего не ждет и так далее и так далее вот она очень незаметно незаметно подкрадывается эта депрессия и овладевает сознанием человека это очень опасная вещь очень опасная вещь потом человек себя запускает и вот кто-то в какой-то момент увидев кстати говоря вот мои видеоролики на ютюбе вдруг вот что-то такое откликается в и человек понимает ведь есть другая жизнь что я что-то со мной не так и действительно не так депрессия это не так депрессия она формирует искаженную картину мира искаженное восприятие себя очень сильно все очень сильно все искажает и делает неправдоподобно человек погружается в такой нереальный мир нереальный мир пессимизма мир апатии мир ничего не делал мир бездействия мир по сути энтропии вот что это такое вот увидев ролики мои вдруг что-то в душе откликается оживает вот этот вот поток света добра любви правды поток оптимизма поток какого-то надежды надежды и пробуждается в человеке тоска по другой жизни которая он быть может когда-то жил но забыл забыл вот кстати говоря про то что когда-то жил и забыл у меня вот есть чудесная рассылка воспитательные письма и там я рассказываю по сути про то как родители неправильно воспитывают детей и как правильно это делать а по сути это о том как формируется сценарий сценарий и судьба ребенка потом каким он вырастет и что делают для этого родители для того чтобы вырастить ребенка который будет страдать будет неудачником будет не проживет свою жизнь и так и не поймет а для чего эта жизнь дана была и что такое жизнь кстати говоря вот у нас есть на канале и и человек будет обманываться всю жизнь вот самое страшное это обман самообман и депрессия это как раз вот этому очень способствует самообман у нас есть а на канале интервью замечательной женщиной которая занималась проституцией и но героическая женщина конечно столько перенесла всего и из пепла как птица феникс возродилась умничка большая но все было против но вот она смогла 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 благодаря психотерапии конечно же смогла подняться с этого дна и сделать свою жизнь и стать счастливой ну так вот родители мать знала что дочка чем дочка занимается ну она просила только об одном высылать ей деньги поддерживать дочка это делала есть но большинство родителей просто вот авторитарных особенно матерей они просто спихивают себя дочерей стараются их устроить хоть куда-то хоть какой лишь бы ни одной любит не любит не важно лишь бы была с кем-то замуж выдать и по сути толкают дочерей своих заниматься проституцией в браке потому что вот секс без любви это есть проституция а потом когда эти браки расстраиваются почему столько разводов потому что нет любви а есть проституция вот такие товарно-денежные отношения и когда эти браки разваливаются закономерно потому что лю люди не любят друг друга относятся потребительски то происходит большие конфликты вот и вот относились то они так как к вещи как товару а тут товару что-то как-то исчезает из жизни да вот поэтому конечно никакого уважения при разводе в таких обстоятельствах и с таким отношением а друг другу быть не может поэтому вот у меня есть ролик расставаться надо максимально мерзко вот именно и избавиться просто от этого всего и понять вот эти понять чему может эта ситуация научить и она и все наши негативные переживания нас учат чему-то очень важному а именно ну конечно самому главному это любить любить себя и принципам определенного принципам безусловной любви и так далее значит ничего не ценится деньги не ценятся потому что человек не инвестирует их себя и они когда мы не ценим деньги то что мы их просто копим или просто там игнорируем или там какие-то страхи есть у нас связанные с деньгами тоже вот у меня прекрасная рассылка денежное мышление там как раз идет полная проработка всех этих вещей всех этих моментов связанных с деньгами поэтому смысл денег в том чтобы благодаря им в нашей жизни была циркуляция благ что такое благо это то что нам всем во благо то что способствует нашему счастью нашему развитию и нашему нашим изменениям прекрасная лошадка вот так чудесно так что друзья мои вот об этом я хотел сказать и давайте научимся ценить то что у нас есть вот с этого начинается путь ко всему самому прекрасному жизни с того что мы учимся ценить то что у нас есть мы учимся ценить себя свои достижения свои мысли свои чувства и так далее и так далее вот это путь как раз восхождение путь богатству к процветанию к переменам путь ко всему что делает нашу жизнь удивительной чудесной и самый что ни на есть восхитительный вот я очень рад что вы меня находите во первых вот пишите мне во первых пишите пишите просто даже если вы не собираетесь там обращаться за помощью за консультацией то просто напишите мне вот если у вас есть желание поделиться своими впечатлениями проблемами переживаниями пишите мне я все читаю и отвечаю на все письма второе я знаю как трудно обратиться как сложно обратиться за психологической помощью страшно страшно да вот общение но те кто преодолел этот страх обратился ко мне прошли консультации программы вот об этом не пожалели и страхи преодолели свои мы работаем со страхами тоже есть все техники упражнения все это эффективно очень все это замечательно помогает нам преодолеть страхи так что и конечно я приглашаю на консультации на программы у меня есть прекрасная 30 часовая мощно очень трансформационная психотерапевтическая программа благодаря которой вы ваша жизнь изменится поменяется вот так что жду всех ну просто консультация да какой-то вопрос вот не знаете какой выбор сделать как правильно поступить обращайтесь мы найдем правильное решение я в этом помогу мой опыт знание интуиция вам помощь до встречи